Насколько часто ты угадываешь, как прошел день твоего любимого человека? А насколько часто он угадывает, о чем думаешь ты? Причем через несколько секунд после того, как мысль возникла в твоей голове. Давай сегодня поговорим о том, из-за чего возникает 90% мелких склочных ситуаций, из-за чего отношения могут стать настолько невыносимыми. Если интересно, досмотри видео до конца. Привет! Ты на канале Женственность. Давай разбираться вместе. Еще одна из самых распространенных ошибок, это женщины очень часто считают, что их парни – это телепаты. Они должны догадываться не только о каких-то глобальных вещах касательно будущего, но также о мелочах, касающихся просто завтрашнего дня. Интересно, что мужчины и женщины в принципе думают по-разному. Мужчины очень прямолинейные. В принципе, они зачастую скажут то, что они хотят сказать. А если и не скажут об этом, то они просто сделают в соответствии с своим решением. Они не будут долго намекать, что они хотят прекратить отношения. Они просто перестанут брать трубку или перестанут встречаться с девушкой. Если же они хотят куда-то пойти, они просто пригласят туда. Они просто пойдут туда. Если девушка захочет, она сможет к ним присоединиться. В принципе, женщины намного более ведомы по своей натуре. Для нас важно, чтобы мужчина не только отвел нас в ресторан, но и чтобы он сам об этом догадался. Почему это так важно, мне сложно сказать. Может быть, потому что мы считаем, что это будет проявление с его стороны внимания. Или же это будет доказательством того, что он хорошо нас знает, и ему не все равно, не только то, куда мы пойдем, но еще и то, что он угадал, куда пойти именно со мной сегодня. У меня в жизни тоже такое часто бывало. В отношениях с мужем я часто себя ловлю на этом. Например, однажды мы поссорились с моим мужем из-за какой-то мелочи. Честно, сейчас уже даже не помню из-за какой. Тогда это, конечно, для меня все было очень масштабно и понятно. Конечно, ссора продлилась все в виде обиды, разговаривания через зубы, несколько дней. Потом он подошел ко мне и такой, давай забудем, извини. Это останется в прошлом. И в этот момент я подумала, интересно, а он понимает, что произошло? И развернувшись к нему, я спросила, а что забудем? А что случилось? И я в его глазах поняла, что он реально не понимает. Он не понимает, почему эти три дня отношения были настолько натянутыми. На самом деле, для меня это стало очередным доказательством того, что мужчины думают по-другому. Они не настолько вдумываются в детали, нюансы. Если ты наступишь им на ногу, да, это больно, значит, это может быть поводом для того, чтобы возникла ссора, потому что есть болевое чувство. Но то, что где-то что-то, какое-то слово было сказано не совсем уместно, не в той ситуации, и, возможно, задело какие-то нотки твоей души, это никогда не будет замечено. Мужчина не причитает по глазам, что тебя это обижает, или что ты хочешь чего-то другого, что ты хочешь большой подарок или маленький, бурно отпраздновать день рождения, или, наоборот, в тихом кругу. Будет очень классно, если твой мужчина тебя об этом спросит, и вы об этом поговорите. Но, к сожалению, спрашивают они тоже редко. Им кажется, что если это для тебя важно, то, в принципе, ты скажешь об этом сама. Ты знаешь, это и есть самая основная рекомендация. Как избежать того, чтобы у вас не было в отношениях такой ошибки, как желание, чтобы мужчина все время догадывался и был телепатом. Говори с ним. Это просто звучит. На самом деле звучит проще, чем сделать. Почему-то большинство женщин не общаются со своими мужчинами на важной для себя теме. Когда их отношения особенно заходят за несколько лет, когда они живут вместе, то женщина начинает казаться, что мужчина все знает, и он должен обо всем догадаться. Но это не так. Загадка интригом нам должна оставаться. И вот здесь мы с тобой находимся в точке, которая, честно говоря, для меня является большой загадкой. С одной стороны, можно посмотреть журналы, почитать статьи, где будет сказано, что женщина должна быть загадкой, и мужчина должен ее разгадывать. А с другой стороны, мы сейчас с тобой говорим о том, что говори с ним, и не делай так, чтобы он думал, что должен быть телепатом. Как это понять? Это же противоречит друг другу. Но на самом деле где-то здесь и закопана истина. Потому что, в принципе, конечно, каждая из нас индивидуальность. Каждая женщина ведет и избирает свою собственную политику в отношениях. Здесь, наверное, нужно четко разделить, что есть крайности. Крайность, когда ты обижаешься и три дня дуешься, а мужчина даже не понимает, за что, и ты думаешь, что он догадается, но не догадается никогда об этом, если он не знает этого в самом начале. И вторая крайность, когда женщина все рассказывает, все говорит, и в их отношении нет намека, нет интриги, нет того, что может направить его в нужном ракурсе. Самый лучший способ – это говорить. Большинство разговоров выглядит примерно следующим образом. Семейная пара имеет ограниченный бюджет. Наступает лето, и мужа не отпускают в отпуск. В результате жена подходит к нему и говорит, давай я поеду в отпуск в этом году с детьми без тебя. Тебя с работы все равно не отпускают. И так будет дешевле. Вот есть горящий тур, который буквально завтра и у нас получится. Муж смотрит и по каким-то своим внутренним причинам, снова-таки мы не телепаты, не знаем по каким, говорит нет. Жена расстраивается, обижается и уходит. На этом разговор заканчивается, но в принципе он не закончился, потому что в ее голове звучит следующая идея. Ну как это, зимой ты смог поехать на лыжи со своими друзьями на несколько дней и не взял нас с собой? Тебе можно, а мне нет. Почему этот кусок диалога остается за кадром в большинстве разговоров с мужчинами? Ведь они же как раз и думают категориями доказательств, аргументации, убеждения. А мы зачастую выбрасываем на них какие-то факты и считаем, что о доказательствах этих фактов они должны догадаться сами, потому что в принципе они о них знают. Но, к сожалению, цепочку связей между пунктом А и пунктом Б не всегда и не любой человек может простроить. Очень важно, чтобы женщина четко понимала, что с мужчиной нужно разговаривать не только из разряда фактов. И если он о чем-то не догадался, о том, что не было сказано, это не означает, что это повод для обиды. И это не имеет ничего общего с нашей загадкой. Это имеет общее только с тем, что мы не договариваем и думаем, что догадаться должны сами. Лично я так тоже часто делаю. И сейчас пытаюсь остановить себя, как только вижу, что в глазах у моего любимого человека пустовато. Он не понял, что произошло. Вот, например, вчера у нас была такая ситуация. Мы сидели с мужем в кафе вечером после рабочего дня. День был очень напряженный. Куча моментов слетела с катушек. Очень много чего пришлось перестроить, переделать. А новые проекты, которые запускаются, запускаются очень напряженно. Я видела, что он весь на нервах. И каждое его слово было сказано даже с нотками злости и агрессии. Я несколько минут это слушала, и несколько раз мы общались в этом формате. Но в определенный момент я остановила его и говорю, я не могу дальше продолжать разговор. Я чувствую с твоей стороны какую-то агрессию. Давай перестроим это. Вы знаете, я не ожидала, но он остановился, и дальше мы начали разговаривать уже совершенно по-другому. Это было интересно для меня, потому что я впервые за 8 лет так ему сказала. До этого я считала, что он должен догадаться, что он разговаривает со мной как-то озлобленно, потому что у него был тяжелый день. И я просто начинала делать это взаимно по отношению к нему. И думала, что он должен догадаться, что это реакция на его слова. Но так не происходило. Это просто выливалось в ссору, которая ни с чего взялась, просто из ниоткуда. Когда я его останавливала и просто говорила, не надо, посмотри, я понимаю, день был сложный, поэтому ты сейчас злишься не на меня, а на какие-то обстоятельства, которые прошлись сегодня. Но это не имеет отношения к ситуации здесь и сейчас. Остановись, забудь, переключись. И это срабатывало. Он менялся до неузнаваемости, причем буквально за несколько секунд. И вечер продолжался в идеальной атмосфере. Обалдеть, это так просто и наверняка супер очевидно. Но лично я к этому шла достаточно долго. И считаю теперь, что мужчина ни о чем не должен догадываться, и женщина, никто. В принципе, если тебя что-то волнует, скажи об этом, докажи это, обоснуй, и тебя обязательно услышат. А если не услышат, то задумайся о других вещах. Не о том, должен ли он догадываться, а нужно ли быть рядом с ним. В этом будет тогда вопрос. Это то правило, которое стоит пересмотреть в принципе по жизни. Что мужчины и люди вокруг тебя не должны догадываться. Загадка и интрига, конечно, должна быть. Но это немножко о другом. Обязательно подумай об этом на досуге. Надеюсь, это видео было для тебя полезным и интересным. По крайней мере, я постаралась рассказать тебе обо всем своем опыте и тех знаниях, которые у меня есть. Для того, чтобы какие-то конкретные отношения в твоей жизни, нынешние или будущие, стали чуть легче и чуть проще. В следующих видео мы подумаем еще много актуальных тем. Поэтому, если тебе интересно, подписывайся на канал. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова